Известный политический деятель, настоящий патриот, внёсший весомый вклад в создание ингушской государственности, благородный и достойный представитель ингушского народа, ярко отстаивавший интересы своей малой родины за её пределами Идрис Зязиков. Он и стал героем книги писателя Мусы Хадзеева, которую сегодня презентуют в Национальной библиотеке. Мусы Хадзеев пишет о лучшем, что есть в нашей истории, а вернее, кто есть, о лучших представителях ингушского народа, то есть о тех, кто до конца стоял за интересами своего народа, без раздумий принося себя в жертву. Презентация исторического романа «Рождённый для бессмертия» собрала в зале Национальной библиотеки писателей, учёных, политических и общественных деятелей, журналистов, педагогов, студентов и школьников в зале отмечают – это одно из важнейших для ингушской культуры событий. Ведь герой книги Мусы Хадзеева – один из ярчайших её представителей. Страницы длинного и тернистого жизненного пути Идриса Зязикова характеризуют борьбу за свой народ, за справедливость и честь. На странице 168 автор вкладывает уста Зязикова Идриса утверждение, что пока ингуший придерживается, и это очень важно, мне кажется, вот эта мысль очень важна, тем более для молодого поколения. Пока ингуший придерживается и сделал, им как народу ничего не грозит. Идрис Зязиков родился в Барсуке в 1896 году. Начальное образование получил в Назрановской горской школе, а затем окончил первое реальное училище во Владикавказе. Активной общественно-политической жизнью он начинает заниматься в 1917 году. После приезда домой, не успев окончить Московский сельскохозяйственный институт. Прежде чем остаться в памяти людей, как герой своего народа, он пережил и прошел многое. Был председателем Назрановского окрисполкома, первым народным комиссаром внутренних дел Горской республики, первым секретарем ингушского обкома партии. Был арестован и обвинен в политическое изменение. В 1935 году его освобождают, и он перебирается в Тулу, где устраивается на завод. А в октябре 1937 года Идриса вновь арестовывают вместе с женой Жанет. 5 июля 1938 года он умер в тюрьме НКВД. Идриса вновь арестован и обвинен в тюрьме. И о ком, как ни о нем я мог бы написать книгу, делится сам автор Мусах Адзиев. «Рожденный для бессмертия книга написана в короткий срок, 2-3 месяца. Материал собирал долго. Собирался долго приступать к этой книге, потому что материала почти не было. Но я там в предисловии указал. Все книги про него Идриса Зязикова были документальные. Ну, там, работал там-то, там-то, там-то. Сухая статистика. А есть, когда скелет есть, художественный образ него сделать, это у меня получается». Мусах Адзиев пишет книги под псевдонимом «Кант Малуси». Мусах Адзиев пишет о лучших представителях нашего народа. То есть, это те люди, которые полностью посвящались себя, свою жизнь, интересам нашего народа, никогда не жалея себя и приносили себя в жертву своему народу, его интересам. Это такие люди, как Идрис Зязиков, Заурбек Боров, Лайсат Тангиева и другие. Мусах Адзиев или Кант Малуси известен читателям как ценитель прошлого и истории своего народа. На свет вышли около 20 книг писателя Ады Мережков, Хамзат Халухоев, новости 24. Продолжение следует...